Валерия Березкина Валерия Березкина Юмора у нас не было ни разу В общем, это одна из этих фишек Театра на крыше Театр на крыше уже стал бриллиантом В короне Красноярского По крайней мере, культурной жизни красноярской Стендап – это одна из граней Которая намечается В этой истории Алексей, как вот собственно Этот формат ты видишь В театре на крыше В его работе, в его истории? Я думаю, что он приживется и что очень хорошо это зайдет, потому что, в принципе, в театре на крыше всегда все проходит. Очень интересно, и люди с радостью идут на эти мероприятия. И есть, конечно, и опасения, и какие-то волнения, как это все будет на открытом воздухе. Потому что для стендапа нужна, конечно, камерность, чтобы ничего не отвлекало. Ну, не знаю, вдруг пойдет дождь, ураган, не знаю. То есть, будет слышим... Мы живем в Сибири, с этим никаких проблем. Ну, надеюсь, что все будет хорошо, и, собственно, будет проходить мастер-классы, да? Да, да, да. Непосредственно, 17-го, да? 17-го по 27-е июля. Да, то есть, приедут известные московские стендаперы, которые будут давать мастер-классы, и непосредственно 28-го будет концерт в виде стендапа, в каком пока мы очень точно не знаем, но вот будут наши красноярские стендаперы. Слушай, ну, мне кажется, стендап – это такой немножко коварный жанр. Коварный жанр заключается в том, что он кажется легким. Ну, что такого, выйди, расскажи историю жизни, всем будет смешно, но далеко не у всех реально получается. Есть какие-то технологии, как подать эту историю? Или стендаперам надо родиться? Вот какой-то нужен ген какой-то специальный? Нет, он на самом... Нет, я считаю, что стать может любой стендапером, потому что главное иметь какую-то свою фишку, потому что сейчас очень сложно. Вот на ТНТ прошел открытый микрофон, потому что уже сделали отдельное шоу для стендаперов, потому что их очень много. Раньше это был комедий-баттл, где они выступали вместе с миниатюрщиками. А сейчас сделали отдельное шоу для них, и их очень много. И выделиться очень сложно, потому что есть, я знаю, очень много хороших, талантливых ребят даже в нашем городе, но в той же Москве они не могут пройти, потому что вот нужно что-то новое. То есть, так скажем, мы не любим это слово, но говорим вот очень просто фриком, то есть, ну, люди, которые, ну, понимаете, которые либо там внешние какие-то немножечко не такие, как все. Вот. И я говорю, может ли стать каждым? Поэтому вот в первую очередь мы всех ждем 17-го числа, когда начнутся мастер-классы. Да мы ждем уже сейчас видео, видео-заявки. Мастер-классы, это будут просто мастер-классы, то есть какой-то процесс обучения. Или вот эти тренеры, кстати, что это за люди, смогут помимо вот какого-то стендап-коуча сделать еще и выступление, да? Потому что, ну, если они владеют искусством, почему бы им не порадовать красноярцев? Леша, Леша уже главный на стендап. На самом деле тренеры, ну, я так скажу, что один из тренеров, например, это как раз Лена Новикова, которая победила в том самом открытом тренере. Это вот эта взрослая женщина из вот этой... Да, взрослая и прекрасная женщина, которая не стесняет. Да, 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 да. Которая оставит своих детей в Москве. Да, детей, которых знают уже все, кто смотрел передачи. Ну и второй тренер, он тоже, собственно, из той же тусовки. Вообще это театральные люди, которые как раз... Почему мы с ними законнектились, грубо говоря? Потому что они пришли в юмор через театр. Они имеют большой опыт театральный, и сейчас они занимаются таким стендапом, который, ну, как бы они так говорят, что такой интеллигентный, может быть так скажем, что там нет ни цензурной лексики, ну, по возможности, и нет шуток ниже пояса, что тоже важно для нас, потому что у нас все-таки проект культурный, и... Ну, она может быть, но одна, очень взящая. Да, 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 согласна, согласна. А у вас будет какой-то специальный человек, вот, ответственный за цензуру, в общем, как-то вот перелопатить эти тексты? Есть редакторы, которые все равно понимают примерно, какая у них публика, что это за люди, то есть, опять же, тематику. Тут все-таки у нас люди, так скажем, за 30, да? Да, 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 наверное, да, но там 25-40, вот такая. Ну, люди уже с каким-то жизненным опытом, которым будут понятны все нюансы вот этого стендап-мастерства. Друзья, мы давайте еще раз обозначим старт вот этой стендап-истории, когда начнется, когда закончится. Ну, история уже началась, потому что у нас есть отдельная группа ВКонтакте, куда можно заливать свое видео, то есть там уже врач-стоматолог есть. Прекрасно. Есть там дизайнер, есть какой-то ведущий, есть телеведущий, есть актер, то есть такая уже подборочка намечается. Ты заливаешь видео, и, соответственно, ты уже в проекте. Дальше тренеры смотрят, обсуждают, и кого-то выберут. Слушайте, я ставлю на стоматолога, потому что у меня есть приятель стоматолог, он постоянно мне рассказывает какие-то истории, прям реально очень смешные. Хорошо, друзья мои, большое вам спасибо. Лер, когда вообще, в принципе, начинается театральный сезон на крыше? Сегодня. Сегодня, да, и закончится он? Закончится где-то числа 16 августа. Да, все, хорошо. Я не всегда запоминаю даты, это уже возрастно. Саша, Марина, передаю вам слово, а нашим гостям прекрасным хочу вручить сладкие подарки. Забирайте себе на крышу, угощайтесь, пейте чай и кофе. Саша, Марина, вот, собственно, таким образом будут развиваться события в театре на крыше. Учтите и станьте гостями одного из событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!